Бабушкин десант из Тюмени прибыл в Исиецкий район. На базе отдыха и рыбалки у них особая миссия. Не только насладиться теплой погодой и свежим воздухом, но и открыть для себя новые возможности. Мы заинтересовались историей рыбалки от 18 века и даже раньше. Мы все эти материалы просмотрели, мы подготовили экскурсионную программу. И, конечно, где ее еще проводить, если не на природе. Теперь они знают о рыбалке родного края буквально все. И даже готовы проводить экскурсии для других пенсионеров. Это новое направление для серебряных волонтеров. Активно развивать и продвигать туризм в Тюменской области они могут благодаря победе в конкурсе президентских грантов. На сегодняшний день наши гиды уже прошли пятимесячный курс обучения в самых разных направлениях. С ними работали и краеведы, и специалисты в области риторики, и психологи. Потому что психологической составляющей мы уделяем также особое место. Гиды 55+, разработали собственные туристические маршруты. Больше 35 различных предложений. Проекты защитили перед экспертами. Дело осталось за малым. Получить практические знания. Надо, чтобы сюда было кончик немножко торчал. Где самое острие, где есть, вот здесь немножко кончик был и болтался. Он за него будет брать, что болтается. Об этом не напишут в книгах. Мастер-класс добровольцам дает рыбак с 50-летним стажем. Приехать на природе, просто посидеть, погулять или еще чего-то, ну, это обычный вариант, вспомнить нечего. А вот если поймаешь рыбу, да, ты потом пять лет будешь вспоминать и всем рассказывать. И результат не заставил себя долго ждать. Держи, сачок, сачок, сачок. Рыба, мои мечты! Сачок, сачок, сачок. Но даже если клево и не было, то сам процесс – это уже отдельный вид удовольствия. У меня было в свое время две уточки. Но так я и купила, так они новые лежали, лежали. И воспользоваться не пришлось. Первый раз держу. Как настроение сегодня? Замечательное. Давно ждала такого состояния души. Завершением выездной встречи стала горячая уха и свежепойманная рыба. Особенности рецепта, который серебряные волонтеры тоже теперь знают. А значит, готовы рассказывать о гастротуризме со вкусом. Ароматная какая, уже чувствуется. Елена Старожук и Александр Старожук. Тюменская служба новостей.